Всем любителям бокса привет! Хотел рассказать историю одного шлема и на основании этой истории рассказать почему обзоры бывают субъективными. Делал я на одном из обзоров ссылку скину на боксерский шлем пакистанского производства Ума. Это лучший аналог Winning FG 2900 и по функционалу он лучше чем Winning FG 2900. Сделал я этот обзор один из подписчиков посмотрел мой обзор купил себе аналогичный шлем в розовом цвете он оказался с браком и рассказал что вот такая вот история скинул мне фотографии не знаю по какой причине я с этой фирмы в принципе не имею никакого отношения просто делал обзор это моё хобби покупал себе шлем даже этот не у этой фирмы фирма прислала мне бесплатно вот этот шлем Ума и прислала ну надеюсь что получит и подписчик тоже бесплатно аналогичный шлем пока ждем вот шлем который прислала фирма и шлем который купил я раньше вот 2 1 2 одинаковых модели модель м на обзоре и модель эль оставляю себе модель эль которая фит прислала фирма почему не модель м модель м размер м он по шнуровке надо больше расшнуровывать и шнуровка давит на затылок размер эль на окружность 58 идеально подходит но если сравнивать по некоторым моментам и быть таким слишком скрупулезным хотя это не влияет на функционал шлема абсолютно то можно заметить что раньше фирма делала кожаный обшив шва не видно шовчик идеально спрятан только с внутренней стороны то здесь уже дермантиновый обшив и видно грубый шов вот если сравнивать вот так два шлема потом по коже кожа тут абсолютно гладкая здесь она немножко как бы структура кожи немножко другая но это тоже не критично по наполнению здесь около пяти сантиметров здесь они уменьшили ну да набивки достаточно но все таки уменьшили удешевили немножко производства то же самое по щекам щеки здесь больше наплыв здесь чуть чуть меньше наплыв все остальное принципе осталось как и раньше почему еще важно анатомия строения головы каждого человека если шлем идеально сидит щеки перекрывают полностью переносицу в некоторых людей из-за анатомии щек меня знакомый мере у него щеки просто вот так вот торчали в стороны поэтому вот всегда будет субъективно поэтому шлем особенно шлем надо обязательно он обязательный примерки если с перчатками более-менее все ясно то шлем обязательно надо примерять все равно по функционалу я считаю что вот этот шлем ума r9 модель это лучший аналог виннинга fg 2900 а по функционалу он даже даже лучше почему потому что он во время спарринга не ерзает на голове он не скользит не крутится и он более эталонно сидит более эталона плюс кожаном исполнении вот такой обзорчик двух этих шлемов и почему обзоры у все-таки субъективные